Нам песни строить и жить помогает пел когда-то Леонид Утесов. И правда, ведь песня, она для того и создана, чтобы поднимать настроение, как-то ободрять. Вот помните, какие были трудные времена, когда жили наши дедушки и бабушки? А песни, какие были у них оптимистичные? Ну, например, главное, ребята, сердцем не стареть. Песню, что задумали, до конца допеть. А если у песни еще и мелодия, запоминающаяся, то тогда она непременно становится хитом всех времен и народов. Вот так нечаянно мы с вами и вышли на тему нашей программы «Песня». И, между прочим, я пригласила принять в ней участие самого настоящего композитора, которым я уже спешу навстречу на улице Школьная. Каждая улица, где бы она ни находилась, в городе, поселке или в другом населенном пункте, так же, как и человек, обязательно имеет свою судьбу. Улица Школьная появилась в нашем городе одной из первых. Ее история началась с 1948 года, одновременно с началом строительства постоянного поселка Московского коксогазового завода. Тогда на выделенной территории находилось всего 13 финских домиков. Они были деревянными, но утепленными. Их покрывали специальным раствором, так называемой шубой. Одновременно с домами на улице строилась и нынешняя школа номер 2. Отсюда и название улицы – Школьная. Зимой 1949 года в недостроенной школе было общежитие. А когда начались отделочные работы, строители переселили во временный поселок, в бараки и другие, мало приспособленные для проживания постройки. Так было до той поры, пока на улице Школьной не появился дом номер 54. Строители переехали туда. Дом стоял тогда на самой границе и относился к Москве. А вот помойка, на которую выносили мусор, его жильцы, находилась уже в Московской области. На улице Школьной нет многоэтажных домов. Самая высокая застройка имеет три этажа. Планировочная структура, положенная в основу проекта, в настоящее время в большей части территории сохранена в первоначальном виде. Улица Школьная сливается с Советской площадью, где расположен комплекс административных зданий, в том числе районный центр культуры и досуга со сквером и памятником Ленина, на месте которого когда-то был фонтан. Это центр города Видное. Владимир Бородин, продюсер и композитор. Известные песни «Поздний вечер в Соренто» исполнитель Алексей Глызин, «Слезы на ладонях» исполнитель Татьяна Буланова, «Сто дней до приказа», группа «Не игрушки» и многие другие. Володя, ну здравствуй! Здравствуй! Это, между прочим, одна из самых красивых улиц города Видное. Напротив школы номер два, как мы с тобой договаривались, мы и встретились. И я хочу тебе предложить прогуляться по этой улице. Не против? Конечно. А зато и поговорить о творчестве. Ну, сразу начнем разговор о твоей профессии, профессии композитора. А композитором становится это призвание или этому обучаются? Конечно же, этому обучают консерватории, всякие учебные заведения. существуют, достаточно солидные. Они дают техническую, значит, как говорится, сторону. Практическая сторона и так техническая, то есть обучение там. Ну, не игры на фортепиано, а все остальные азы. Не буду углубляться. А вот писать музыку, я все-таки думаю, что дает Бог. А вот песни, у них же у каждой своя судьба. Кто-то становится хитом, а какая-то просто откладывается в какой-то долгий ящик. Что нужно для того, чтобы песня стала хитом? Во-первых, чтобы все написать надо, чтобы она была красивой, достаточно современной. Ну и, соответственно, исполнитель. Ну, хитов достаточно, в принципе. Есть «Стодней до приказа», «Поздний вечер в Соренто». Ну и разные исполнители исполняют, не то, чтобы они не стали хитами. Потому что некоторые исполнители не всегда достаточно доводят до слушателя достаточное количество. А у тебя среди них есть любимая? Ну, они все мне любимые, они все. А вот самая-самая, нет? То, что самая-самая, она, к сожалению, не становится хитом. Потому что, в общем, я люблю крупные формы. Это не всегда соответствует спросу нашего населения. Володь, а вот что такое песня вообще в твоем понятии? Ну, это состояние души не только композитора, но еще и соавтора, поэта. У меня для тебя есть маленький сюрприз. Так, люблю. И не телефон. Просто здесь у меня записана информация, то, что наши видовские детки думают по этому поводу. Что такое песня? Песня – это когда человек поет. Песни бывают грустные, а бывают веселые. Песни – это танцы. Именно это защитник отечества. Мы танцевали танцы, я песни запомнила. А закаты алые, алые, алые. Перед боем выстрелы несложны. Не об этом вместе с тобой мечтали мы за четыре дня до войны. Песни пишет композитор. И мы поехали папе за новыми штанами. И на День Победы это было. И вдруг я услышала гимн. Песня? Да, это песня гимн Победы. А еще есть песня про Боже Маму и Маму, я скажу, что... О, Боже, мама, мама, я была на ее улыбке, мама, такая же самая. Вот такие вот детки, вот такое у них мини-песни. Ну, давай продолжим наше путешествие небольшое. И кой скоро мы вышли на тему детей, я знаю точно, что у тебя еще есть и детские проекты. Да. Сам основной детский проект, кроме песен, которые я пишу, это детский мюзикл. Называется «Приключение Оли в стране тюрпанов». Это очень интересная сказка. Написала Светлана Савицкая, достаточно известный автор, член Союза писателей и так далее. Все персонажи там цветы. Вот в чем прикол. А кто ее исполняет? Ну, пока в демо-варианте исполнил я с моей дочерью. Вот. А в данном случае, сейчас мы договорились, уже с одним театром мы будем ставить. Там, естественно, будут театральные исполнители исполнять. Ну, надеюсь, что это получит проект, более-менее известный, чтобы по всей стране ставили этот мюзикл. Это первый проект детский? Детский, да. А Маша, девочка подросла, она девочка у тебя поющая. Да. Вот о ней расскажи, пожалуйста. Ну, Маше все хорошо. Сначала я, в общем-то, планировал ее отдельно, как певицу. Хотя я не отрицаю, что это будет тоже отдельным проектом. Ну, в данном случае я, значит, очень сейчас делаю давнишнюю свою мечту. Создал группу. Это Маша будет еще одна певица, Жанна. Вот. И сделал с ней группу. Ну, дуэт или группа, я не знаю, как назвать. Но название группы будет «Бегущие по волнам». Красиво. Ну, мы решили с автором Николаем Бирюковым писать песню, посвященную 70-летию победы над фашизмом «Фронтовая жена». Я решил, что, как бы, вне конкурса, вне стилистически этого альбома, она должна будет войти в этот альбом отдельным планом. То, что, в общем-то, это второе состояние души всей нашей страны и не только нашей страны. Потому что все-таки победа – это самое главное, одно из самых главных достояний нашего русского народа. А я что хочу сказать. Я, между прочим, тут на днях сидела в интернете, когда готовилась к встрече с тобой. И я в интернете, в ютубе нашла, ну, такой клип, написанный на песню, как раз вот «Фронтовая жена». Да, это они выступали на День Победы, Жанна, Маша с Жанной. Да, ну, может быть, стоит ли его тоже, прежде чем мы продолжим разговор на это, нашим зрителям, показать? Да, обязательно. Я прощаюсь с тобой, дорогой, на дорогах разбитых войной. Не удастся нам вновь повстречаться, Сохраним, как мелодию вальса, От голосок любви фронтовой. Не остаться приказ был тебе уходить, Знаю, память моя не сумеет забыть. Борт усталой, зеленой, треховский, И курчалый дымок папироский, Той, что я не смогла докурить. Волосин, ну, очень красивая песня получилась. Меня же прям даже как-то вот тронуло. Спасибо. Тебе спасибо за песню, за эту. Кстати, я, да, кстати, я сегодня пригласил соавтора песни на передачу. Тонтовая жена Николая Берекова. Очень приятный сюрприз. А пока передвигаемся к месту встречи. Скажи, какие-нибудь еще проекты сейчас интересные есть, над чем работаешь? Да, очень серьезный проект, международного уже масштаба. Дело в том, что я работаю с поэтом-песенником Валерия Горбачева, есть такая, которая написала Пугачевой «Любовь похожа на сон». Мы с ней познакомились, сделали несколько песен. Поет Вля Плещенко, Дуйнов, Саша. Мы взяли наши песни. Она пишет на итальянском языке и познакомила меня с Рикардо Холли. Есть такой итальянский певец, достаточно известный, знаменитый. И вот мы встретились, как сейчас помню, 5 декабря в Фрукхо-Сити Холли. Я ему показал 4 песни, которые мы написали с нею. И он мне сказал «Браво». И в июне он прилетит сюда, в Москву. Мы будем записывать здесь в основном, основной вокал его. И потихонечку-потихонечку этот альбомтик запишем. Здорово. Насколько я понимаю, нам нужно по пешеходному переходу сейчас перейти. В июне запишем 4 песни и начнем ротировать на радиостанцию. Владимира Бородина. Здорово, Володь. Мне кажется, это очень интересно. Я тоже надеюсь. В общем-то, еще... Это все-таки проект международный. Русские авторы пишут для итальянца на его родном языке. Володь, ну вот песня «Фронтовая жена», она долго вообще писалась? Сразу вдохновение пришло? Нет, сразу пришло вдохновение. То есть Николай Бирюков мне прислал текст, и мне сразу как-то все прям... Посмотрел на тексты, сразу музыку привело. А вот, кстати, вот и Николай сидит рядышком. Ну давайте подойдем. Да-да-да-да. Николай, здравствуйте. Добрый день. Разрешите ваше одиночество скрасить и с вами немножко побеседовать? Не против? Не против. Да, присаживаемся. Николай, ну вот фронтовая жена. Вы, скорее всего, наверное, сын фронтовиков. Откуда вообще эта тема? Дед у меня был, две войны прошел в ЛАГ. А сама тема фронтовая жена-то вроде как женская тема. Ну что, можно писать как мужские, так и женские темы. Это несложно. Главное, чтобы материал подобрать так, и его обработать в соответствующем образом. Для поэта, который профессионально занимается литературой, это несложно поменять образ. Есть такая книга, называется «Письма с фронта». Там и детей, и жен, и всех. Вот это собрано очень большое количество. И поэтому материала, так у меня, скажем, в голове достаточно. То есть я хорошо эту тему очень знаю. Вообще я вырос на комсомольском поселке, в среди, так сказать, не знаю, как объяснить, в среди репрессированных. Родился как раз в те годы, когда все это было еще очень живо. Там все были кто? Были бывшие военные. Кто, так сказать, понесший указан за свои преступления в этом месте. И поэтому это все, я слышал, конечно, понаслышанно, но слышал от тех, кто это все прошел на себе. А как с Володей вас судьба свела? Почему именно он? Волгова гений. Я другого композитора для своих текстов не вижу. Значит, это была не первая песня уже, да? Что было? Много песен. У нас есть песни. У нас очень удачные песни есть. Еще вот нет в широком прокате, скажем так. Но вот у нас одна из самых замечательных – это баллада о чужом храме. Такая вообще песня, знаете. А у вас диск есть какой-нибудь? Вы совместным таким творчеством занимались, писали? Готовим. Когда планируете, чтобы он вышел? Не знаю. Не знаю. Вы обратили внимание, какой стал город видный по лету, по теплу, красивый. Вы успели пройтись уже по улице? Успели. Успели красиво. Конечно, сейчас в эти годы лучше стало намного. Исчезла грязь, которая была в прошлые годы. Стало чисто. Смотрите, как красиво. Цветочки, клумбочки. Все чистенькое. Нет окурков, ничего. Меня особенно радует то, что исчезли вечером эти пьяные хулиганы, которые уже слонялись. Было невозможно погулять по улице нигде с ребенком. У нас же все дети. А сейчас вот. Семеняется к лучшему, мы надеемся. И я надеюсь, что эта встреча у нас была первой, но не последней. Мы еще встретимся с вами тогда, когда диск будет готов. Его обязательно презентуете. На видное ТВ договорились? Обязательно. Точно? Конечно. Спасибо большое вам за встречу. Ну, а я с удовольствием говорю нашим зрителям, что мы не прощаемся. Мы увидимся на канале Видное ТВ ровно через месяц.